Дарья Борисова Донус мышечный растет. Ручки вверх. То же самое. На раз. Несколько раз в неделю культурно-досуговый центр поселка Октябрьский становится фитнес-центром. Бессрочный абонемент на тренировки доступен всем жителям пенсионного возраста. Сегодня возможностью бесплатно подтянуть физическую форму регулярно пользуются 20 дам серебряного возраста. Осваивать фитнес-искусство им помогает профессиональный тренер по аэробике Лариса Прибыткова. Кстати, тоже представительница возрастной категории 50+. Мы не только поднимаем мышечный тонус, мы наполняемся позитивом. Когда двигается человек, он просто абстрагируется от каких-то бытовых проблем. Абстрагируется совершенно от проблем здоровья. То есть он думает не как к врачу. Дайте он думает, как мне скандинавской ходьбой пройти 7 километров. Занятия с фитболом – только верхушка спортивного айсберга. К услугам старшего поколения чуть менее десятка направлений. В физкульт-программу для проекта «Активное долголетие» помогали составить сами пенсионеры. За любимые виды спортивной активности голосовали на портале «Добродел». Самое популярное на сегодняшний день – это скандинавская ходьба. Ну, я хочу сказать, что и дыхательная гимнастика тоже людям нравится. Люди начали сейчас интересоваться йогой многие. Ну, естественно, в миру сил старшего поколения они это выполняют. Грудную клетку отводите за внешнюю правую ногу. Раскрывайте тело. Смотрите вверх, только вверх, через большой палец верхней руки. Во дворце спорта «Триумф» редко пустует зал для йоги. Асаны здесь осваивают 15 участниц программы «Активное долголетие». Занятия уже несколько лет не пропускает Наталья Ветрова. Для меня это вообще очень-очень ценно. Это даёт мне то, что, видимо, природы мне не дано, состояние внутреннего покоя. Если у меня какая-то необъяснимая тревога, то занятия йогой меня от этого избавляют. С философией здорового образа жизни своих подопечных знакомит Виктория Никитина. Инструктор работает с людьми старшего поколения с 2009 года. Преподает йогу по методу Аингара, который подходит для возрастных посетителей. Поскольку йога имеет такой арсенал поз, как поза стоя, скручивания, перевёрнутые позы, наклоны, прогибы, все эти позы усиливают жизненную силу, которая прячется очень часто в зажатом теле. Если тело очень закрыто, оно сутуло, человек теряет силы на том, чтобы поддерживать свой баланс нормальный. Записаться на занятия к Виктории можно в Управлении соцзащиты или Комплексном центре социального обслуживания населения. Там же заявлениями ждут желающих заниматься любым другим видом спорта, доступным в рамках программы «Активное долголетие». Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.